Все вместе. Прежде всего, я приношу безграничные дандават пранамы к лотосным стопам моего Гуруппада Падмэн. Я приношу безграничные дандават пранамы к лотосным стопам моего Гуруппада Падмэн. Мы слышали седьмой шулок, как один вор пришел, чтобы своровать, но он ничего не смог сделать, украсть. И как у нас во время картики... Мы рассказываем эту историю, как вор пришел... Он обрадовался, ооо... Все люди приходят, цветочками, лепесточками меня поливают молоком, водой, а ты пришел, и стопы мне на голову поставил. Ты полностью отдаешь меня себе. Я так счастлив, сказал Шив Тагур. Однажды был Ашу Тож, и он молился, пожалуйста, быть доволен мной. Он молился... Вы рождаетесь в заватной семье. У вас много денег и богатства. Вы всезнающие, очень ученая личность, и у вас очень красивое тело. Это препятствие на пути и бхакти. Если у вас одно из этих качеств есть, вы не сможете совершать бхаджан. Но если у вас все четыре качества... Тогда все будет подобно, как навыку Веры и Манигрива, которые полностью погрузились в чувственное удовольствие, купаясь ногами с Апсарами в пруду и напиваясь сполна, тогда Нарадариши решил пролить на них свою милость. Апсары, когда увидели Нарадариши, они вышли из воды, прикрылись одеждой и принесли свои пранамы. Существует шесть разновидностей вайшного аппаратхи. Если вы обладаете ниндой, ненавистью к вайшнаву, критикуете вайшнаву, оскорбляете его, если вы не рады видеть вайшнаву, если вы гневаетесь на вайшнаву, такие шесть разновидностей вайшнава аппаратхи. И так они критиковали Нарадариша, гневались на него. Ты что, не можешь пройти в другом месте, нужно было идти здесь, говорили на вакуавере, а не грива. И Нарадариш сказал, о, вы ведете себя подобно деревьям, так будьте деревьями. И так как Нарадариша проходил мимо чьё-то сострадание, поэтому он решил пролить милость на навакуаверу и манегрива. И чтобы пролить свою беспричинную милость, он проклял их, как в этом баджане мы поём. Тугласеда, это вот ото сна. Каким образом? Сын матери заснул до ужина. И так мама приходит пробудить своего сына, чтобы накормить его. Подобным образом, на кувера и манегрива, по милости Нарадариша, обрели высшее положение Маду-Канта и Сни-Ду-Канта на Галоке Вриндавана. Один рассказывает Харикатху на собрании Нанды-Махараджа. Это Сни-Ду-Канта. А Маду-Канта рассказывает Игры Божественные четыре и Риша в собраниях Гопи. И так Нарадариша даровал им высшее положение на Галоке Вриндавана. Также, если Садо проклинает учеников, в этом нет ничего неблагоприятного. И это самая высшая милость, которую он проливает. Милость Садо, милость Вайшнава. Мы очень легко можем обрести ее, потому что она беспричинна. И Нарадариша желал, чтобы они вкушали Кришну Катху. По этой причине Нарадариша проклял их. Как в этот мир наполнен различными видами страданий и трудностей. Это когда Нарадариша проклял их. Они тут же выскочили из воды и стали просить прощения у лотосных столб Нарадариши. Но Нарадариша, что он сделал? Он отрезал все их материальные привязанности. И Нарадариша сказал, я проклинаю вас, будьте деревьями. Но вы будете деревьями где? Во дворе Нанды Махараджа. Поэтому вы родитесь в Гакуле. Мы должны понимать положение деревьев во Вриндаване. Все они личности. Каждый их листочек все время воспевает рады и рады. Мы должны понимать это. В Вриндаване все деревья, листочки, деревья, все они личности. И они служат Шри Кришне в его играх, лилах. Даже змеи во Вриндаване совершают поклонение Господу. Они служат Ему. И когда Шри Мать Радика испытала беспричинный ригнив и гнев, соскочила и побежала от Кришны, и Кришна все время прилагает много усилий, чтобы разбить ее гнев. И вот появилась змея, которая раскрыла свои каблуки и стала шипеть перед Радикой. Так она раскрыла свои головы, черная кобра и стала шипеть. Радхара не испугалась. Эта змея развернулась и побежала назад, прыгнула к Кришне и обняла его. Подобным образом, смотрите. Кришна не мог разбить ревнивый гнев Шимати Радика, но змеей получилось разбить ее гнев, ревнивый гнев. Итак, Наваку Вера и Мани Гриева приняли рождение в Гакуле деревьями. Итак, два пара-юга, когда Кришна явился в этом месте, Инара Дариши продолжал. Он поставит свои лотосные стопы, коснется имя, и тогда вы обретете освобождение. Итак, Кришна явился в Гакуле, он являл свои детские игры в Гакуле. Итак, преданные, они не желают мукти и бухти, как здесь эти вратамуни молятся. Я не желаю этого. С одной стороны, есть Брахма-Вадзи. Брахма-Вадзи, они молятся, Ахам, Брахма-Вадзи, я есть Господь. Если вы общаетесь с такой личностью, Май-Вадзи, вы разрушите всю свою жизнь. Если он отрежет, отрубит ей голову. Все твои проблемы тогда будут разрушены, сказал доктор. Поэтому, если кто-то желает освобождения, подобно этому, просто отруби голову. Не будет боли. Вот так, желание слиться с Брахманом, подобно этому, подобно самоубийству. Кришна говорит, тот, кто молится мне, о Нирвишеше, о Ниракаре, в этом так много боли, чтобы познать сияние Господа. Шила Кришнадас Кавирадж говорит, Кришна, према нандаджи, Верховный Господь обладает безграничной, трансцендентной любовью, блаженной любовью. И если миллионы джив стремятся слиться с Брахманом, они не могут вкусить блаженство. Они испытывают лишь страдания. Но Кришна дает столько счастья и блаженства. Поэтому мы не желаем освободиться. Поэтому мы не желаем освободиться. Харьков...